1942 год КОНЕЦ По лесным приэльменским массивам, испещренным дорогами, тропами, руслами рек, плешинами полей и порубленного леса непрерывно перекатывается разноголосый эхо войны. Рокочут орудия, грохают разрывы мин, приглушённо бьёт крупнокалиберный пулемёт. Высоко в небе надрывно с придыханием гудит немецкий самолёт-разведчик. В одном из блиндажей отдыхают солдаты. Как всегда, речь держит Дмитрий Кедров, про которого давно известно, что за словом к соседу он не пойдёт. А вот, братцы, а вы знаете, какими гвоздями подмётки на сапогах лучше подбивать, железными или деревянными? Крепкие-то какие? А, вот самые крепкие гвозди, получается, из проскурины. Её надо заготовлять для гвоздей ещё зимой, да. Вначале вот напилить из проскурины кружочков, а потом просужить на солнце, а потом кружочки поколоть на плашечки. Опять ты, Дмитрий, вчера про зверей в Африке, сегодня про гвозди. Болтаешь много. Да, а ты, новосёлов, больно умён. А я вот так, ребята, понимаю, разговорчивость — это не такое уж плохое качество, верно? Да и что это за человек, если он слова отпускает час по чайной ложке? С таким-нибудь помрёшь со скульптой, верно, Петров? Ну, конечно, Петрович, ну, конечно. Бывает, сидит солдат в окопе, и на лице его такое глубокомыслие написано, вроде он стратегическую операцию обдумывает. Да-да, а на самом-то деле про себя ругает повар, а что-то ему кашу подгорелую привёз. Нет, ребята, я вот так понимаю. Разговаривать — значит мыслить, понимать, добиваться какой-то истины. Да и я ведь своё солдат выражает в разговоре, от этого понятным делается. А не как, понимаешь, пень ореховый. Тише, братцы, старшина, похоже, сообщение пробирается. Петров, не забыли? Вам сегодня в 14.00 стаб-дивизии генерал. Никак нет, я уже собрался. По дороге зайдёте на капе батальона и отнесёте старшине хозвзвода термос из-под каши. Есть, товарищ старшина. Да, и зачем-то я понадобился командиру дивизии. Как вы думаете, ребята, а? С утра голову ломаю. А чё уж тут ломать-то? Ты же талант, Кедров. Умеешь болтать, как этот самый, как его, это, цицерон. Цицерон. Вот и назначит тебя генерал оратором дивизионного масштаба. Ну да. Фронтовым цицероном будешь. Вот, может, он меня парикмахером назначит. Я с твоего языка начну, а то он длинный. Нет, правда, ты же талант, Кедров. Радио вполне можешь заменять. Узнал генерал какой-то говорун, вот и решил тебя послушать. Кедров махнул на него рукой, взвалил на спину термос, взял карабин и протиснулся в узкую щель, соединявшую блиндаж с траншеей. Ход сообщения вёл к недалёкому кустарнику. Под ногами чмокала грязь, зато над головой ярко светил солнце. Дмитрий хотел скорее добраться до кустов, чтобы можно было шагать, выпрямившись в полный рост, не опасаясь обстрела. И вдруг он остановился, поражённый внезапной догадкой. Так вот для чего меня позвали. Два дня назад над позицией роты в сторону Старой Руссы низко проплыл трёхмоторный немецкий транспортный самолёт. Появился он внезапно и залез, и только Кедров, наблюдавший в это время за противником, послал в самолёт три пули. Ему показалось, что самолёт даже задымил. «Сбил! Сбил!» – «Транспортник!» – кричал он. Но артиллеристы с огневых позиций сообщили, что самолёт проплыл дальше. А Кедров не верил. Он был убеждён, что самолёт долго не протянет. И теперь, наверное, и выяснилось, что транспортник упал, вот и вызывает его к генералу за наградой. Тропинка, по которой шёл Кедров на командный пункт батальона, была пустынной. Обидно, что нет попутчиков и не с кем было потолковать. Но вот впереди показался военный с ефрейторскими погонами. Сам высокий, худой. Шинель висел на нём кое-как, на ногах ботинки с обмотками через плечо автоматом. «Связной!» «Никак нет, связным не являюсь». «Всё равно, почему ж писем от солдат не захватил? В штаб же, небось, идёшь. Теперь тащи спец чёрт знает куда». «Не говорили мне о письмах, вот термос приказали захватить». «Шляпа! Сам должен знать, как бы хорошо было. Ты бы принёс оттуда письма, а я с тобой туда передал. О, смотри, целая сумка накопилась». «Да не могу я этих письм взять, потому что я в самой штаб-дивизии иду. Орден за сбитый самолёт получать. Понятно? Да. А мне случайно там нет письма? «А как фамилия?» «Дмитрий Кедров из Ивановской области». «Кажется, кажется, есть. А ну-ка дойдём в сторонку». «Вот за кусты. Да, вот он, вот здесь послушай. Ну-ка и сюда, сюда иди». «Вот сюда. Сейчас посмотрю. Кедрову? Вроде есть». «Ай! Что вы делаете? В чём дело? Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, почему безобразничает, а? Что он делает? Услышав немецкую речь, Кедров вдруг со всей отчётливостью понял безвыходность своего положения. Он попал в руки переодетых немецких разведчиков. Ему хотелось закричать на весь лес так, чтобы услышали в траншеях роты на командном пункте. Закричать не только о том, что он, Дмитрий Кедров, попал в беду, а что здесь находится враг. Он рядом, и его нужно уничтожить. Но крикнуть он не мог. Рот его был забит тугим кляпом. Сквозь густые заросли, переправляясь в брод через заболоченные ручьи, пробирались вглубь леса четверо переодетых фашистов во главе с обер-лейтенантом немецкой армии Гансом Финьки. Они уводили с собой связанного Дмитрия Кедрова. Субтитры подогнал «Симон» Раннее утреннее солнце Заливало все вокруг своим обильным светом. Высоко голубело апрельское небо. Субтитры подогнал «Симон» На дороге, которая, огибая землянки, убегала вглубь леса, стояла легковая машина. Возле нее топтался шофер в синем комбинезоне. Из лесу вышел сержант. За спиной его висел вещевой мешок с нехитрыми солдатскими пожитками. Обрадованный шофер окликнул его. Дорогуша, дай-ка спичку прикурить. Пожалуйста. А огонек у солдата всегда должен быть. Тоже учитель выискался. А тебе и надо учить. Да построже. Ты возишь своего начальника, кроме баранки ничего не хочешь знать. Хотя бы грязь от блиндажа отгреб. Нога, небось, больная у него. Произнося эти слова, Платонов не догадывался, что их слушает вышедший из недалекого блиндажа генерал Чернятьев. А вы что ж, бывали возле моей землянки? Откуда вам, товарищ сержант, известно, что у меня нога болит? Я, товарищ генерал, сибиряк-охотник. Ну и что же? Умею немного читать написанное на земле. Где же вы прочли, что возле моей землянки еще не просохло? А вот глина на подножке машины. След сапога тоже в глине. А о ноге? Это тоже по следам, видать. Шаг правой ноги широкий, след глубокий. А левый ступали осторожно. След мелкий, шаг узкий. Наверное, ранена левой нога. Правильно. И логично. Как ваш фамилия? Сержант Платонов, назначен командиром отделения во взвод полковой разведки. Только что получил назначение после лечения в госпитале. Генерал пристальным опытным взглядом смотрел на Платонова. Простое открытое лицо сержанта. Плотно сбитые фигуры, сильно поношенные, но не мятые шинели. Сапоги чистые, даже с блеском. Словно вокруг была не ранняя весна и не грязь по колено. Желаю, товарищ Платонов, удачи на новом месте. Ваша практика следопыта пригодится в разведке. Желаю удачи. Спасибо, товарищ генерал. Тесноватая полумрачная землянка с обшитыми фанерой стенами. Тусклый свет пробивается внутрь сквозь два окошка, приплюснутые к земле. Иногда в правом окошке видны сапоги солдата, автоматчик часового. Генерал Чернядьев сидит за столом и молча рассматривает развернутую карту. Лицо его смуглое, чуть желтоватое. Глаза под низкопущенными бровями острые, строгие. Размышления генерала прервал начальник дивизионной разведки. Разрешите войти, товарищ генерал? А, Андреев, заходите, заходите. Ну как, выяснили? Да, удалось установить, что солдат лево-флангового полка Дмитрий Кедров вчера в 12 часов дня вышел с командного пункта роты, но на КП батальона так и не появился. Интересно, что же случилось? Эка и досада, ведь я его вызвал не зря. Отец его приезжает к нам в дивизию с делегацией от трудящихся Ивановской области. Говорят, подарки фронтовикам везут. Вот и я ему хотел устроить подарок, свидание с сыном. Вот-вот адъютант должен привезти старика из штаба армии, а тут такое происшествие. Может, шальной снаряд или мина? Всё возможно, но прочёска леса в тылах 1-го батальона ничего не дала. Труп не обнаружил. Надо искать. Солдат бесследно исчезнуть не мог. Оставшись один, генерал Чернядев пристально смотрит на карту. Перед глазами зелёные массивы лесов. Как найти в них затерявшегося человека? В землянку входит адъютант. Ваше приказание выполнено, товарищ генерал. Привёз? Так точно. Приглашай ко мне. Проходите, папаша. Здравствуйте, товарищ генерал. Здравствуйте. Лука Сильвестрович Кедров. Инспектор по качеству колхоза заря коммунизма. Приехал, так сказать, по делу связи народа с армией. Ну, ещё, конечно, и с сыном повидаться. Есть слух, что он здесь у вас службу служит. Очень рады мы народным представителям. Садитесь, Лука Сильвестрович. А сынок ваш действительно у нас воюет. Вы что, папаша? Да вот, слушаю, как под ногами-то булькает. Раз в генеральской хате булькает, так что ж уж говорить о солдатских. Время сейчас такое. Весна, потоп. Но солдаты у нас молодцы. Вот это верно. Да вот взять хоть моего Митяя. Так он до всего привычный. Вы же знаете моего Митяя. Как же, в полку все знают Кедрова. Хороший хлопец. Вот именно. Весь в отца. Да, ушёл Митяй на фронт и дом опустел. Вот по-стариковски жил. Только в тех, что дела колхозные. Да думки о тех временах, когда Митяй домой вернётся. Извините, Лука Сильвестрович. Слушаю. Так. Значит, пока безрезультатно. Так. А вы, товарищ майор, разведчиков привлеките. Особенно новенького. Сержанта Платонова. Он следопыт. Ах, уже привлекли. Хорошо. Пусть ищет. Ну, продолжим наш разговор, папаша. Закуривайте, папаша. Табачок фронтовой, крепкой. Ха-ха-ха. Получив срочное задание, сержант Платонов подробно объяснял его солдатам своего отделения. Итак, товарищи, нам поручено найти следы исчезнувшего Кедрова и установить, что с ним случилось. Пойдут со мной Шевченко, Атаев, Скиба и Зубарев. Вопросы есть? Что, Скиба? Товарищ сержант, где же след-то его найти в этом-то лесу? Ему же конца и края нема. А вы как думаете, Зубарев? Конечно, трудно, товарищ командир. Скиба прав, но не так уж много людей проходит между передним краем и КП батальона. Должны найти его следы. Я так думаю, товарищ сержант. Искать следы надо начинать с тропы, что над ручьем. У первой роты все ходят этим путем, потому что правый берег высокий. И тропа на нем уже высохла. Правильно, Шевченко. Оттуда и начнем. Пошли. Держа на готове оружие, разведчики двинулись в путь. Следом за Платоном шла цепочка солдат. Под ногами шуршал мокрый прошлогодний лист. Чмокали пробитанные водой кочки. Шли осторожно. Молчали. То и дело доносились. Неторопливые выстрелы. Изредка летели свои мины. Они падали где-то в глубине леса. И эхо от разрывов хлестка било по ушам. Вот и изгиб лесного ручья. Отсюда начнем, товарищи. Прежде всего найдем чей-нибудь след, оставленный вчера во второй половине дня. Вчера погода была солнечной, небольшой ветерок. Значит, следы должны были подсохнуть. Рассыпемся вдоль тропы. Вы, Шевченко, пойдете со мной. Есть. Атаев справа от тропы. Я зато, товарищ Сергеев. Скибой Зубрев слева. Я зато, товарищ Сергеев. Пошли. Разведчики рассыпались вдоль тропы. Было похоже, что они что-то утеряли и теперь старательно ищут. Есть, товарищ командир. Вот след. Похоже, журчарашный. Подсохший уже. Платонов внимательно посмотрел на вмятину, оставленную чьей-то ногой в сыром грунте, пощупал ее пальцем. Дно следа было подсушенным, комочки грязи выброшенные, вперед носком сапога затвердели. Молодец, Шевченко. Соображение правильное. След не свежий. А вот еще такой же след под кустом, но свежий. Вроде отпечатался сейчас. Верно. Это потому, что он в тени. А тень в этом месте была вчера во второй половине дня. Хорошо, Шевченко. Зубарев, Атаевский бы сюда. Здесь, товарищ Сержан. Смотрите. Точно таким должен выглядеть след, который мы ищем. Запомните это. Запомним так все. А теперь самое трудное. Надо разыскать след Кедрова и привязаться к нему. Понятно? Понятно. Вперед. Тихо шелестят листья на кустах черноталой осины. Мерно покачиваются под свежим ветерком ветви стройных елей. Иван Платонов, шагая по тропе, хмурит свои ржеватые брови. Крепко сжимает правой рукой шейку приклада автомата и смотрит себе под ноги. Ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Он видит, что не так давно по тропе в сторону переднего края прошло двое людей. Вмятины, оставленные сапогами на непросохшей земле глубокие, шаг узкий. Ясно, что прошедшие здесь несли на себе какой-то груз. А вот вчерашние следы. Один отпечатан сапогами, у которых сношены каблуки, а на носках железные косячки. Второй сделан человеком, сильно выворачивающим наружу носки. А здесь кто-то прошел в ботинках. На их подошвах шесть шипов. Этот след наиболее приметный. Вдруг сержант заметил, что следы ботинок шестью шипами исчезли. Стоп. Что это, сержант? Товарищ сержант. Видите, человек, обутый в ботинке с шипами, потоптался у непросохшей лужи и... И свернул вправо к кустам. Правильно. Свернул в сторону. А вот на тропе и новый след. О, совершенно новый, товарищ сержант. Да, след незнакомый. Вчерашний и направлен носком в противоположную сторону. Платонов снова присел над отпечатком подошвы сапога и внимательно рассматривал его. На обнажённом сыром грунте хорошо была видна широкая вмятина от каблука с железным косячком. Косячки стёртые и шляпки гвоздей не отпечатались. Гляньте, товарищ сержант, здесь вытоптана прошлогодняя трава. Да. Похоже, что в этом месте двое встретившихся людей долго стояли, переступаясь ноги на ногу. Смотри, смотри, товарищ сержант, пуговица. Где? Ага. Шинельные пуговицы, верно? Значит, здесь была схватка. Пуговица оторвана с силой, на ушке остался кусочек шинельного сукна. О, два. Ну-ка, постранись, товарищ. Нет. Осмотри внимательно это место. Так. Я вижу три пары следов. Их отпечатали ботинки с шипами на подошвах, сапоги с железными косячками на каблуках, и еще чьи-то совсем незнакомые следы. И все они ведут вглубь леса. Ну что, пошли дальше. Здесь шаги стали, вроде жили. Да, здесь бежали. Через некоторое время следы привели разведчиков-следопытов в глубокой воронке. На дне ее лежала груда прялого листа и сушняка. Атаевский, бы обследуйте воронку. Есть, товарищ сержант. Товарищ сержант, карабин нашли. А вот и термос. Вот, смотрите. Все ясно. Это карабин Кедрова. Его, его. Карабин Кедрова. Значит, след с оттиском железного стертого косячка на каблуке принадлежит ему. КОНЕЦ Дмитрий Кедров лежал под сосны. Руки и ноги ее были крепко связаны веревками. Все происходившее казалось ему кошмарным сном. Он слышал, как фашисты о чем-то переговаривались. Видел, как переодетый в форму советского летчика Гитлеровец передавал что-то в микрофон. По-русски дует гад. Под наших работает, чтоб не засекли. Трое других лазутчиков, одетые в красноармейскую форму, молча лежали у костра на куче еловых веток. 08, 12, 18, 52, 60, 36, 08. ОТО, АУСВАЙЗЕ АПНЕЙМЕН. Сафот, являйте нам. А ну, двигайся. А давай-ка карманы с документами. Увидев в руках врага свои документы, Дмитриев скинулся всем телом, пытаясь вырвать из веревок руки и ноги. Сейчас, когда у него отняли комсомольский билет, солдатскую книжку, Дмитриев за правду поверил, что это не кошмарный сон. Вспомнил, как совсем недавно, полгода назад, в разгар битвы за Москву ему вручили комсомольский билет. Это было перед атакой. Передавай, Дмитрий, заветный книжечку в серой обложке. Помощник начальника политотдела по комсомолу сказал, теперь вы, комсомолец, никогда не забывайте об этом. Нет, никогда не забуду. Никакой я не пленный пока на нашей земле, а к себе поведут не дамся. Отмечай коротко, из какого полка дивизии. Вот карта, покажи, где находится штаб дивизии. Ну, иди к чёрту! Тахастс! Подожди, там тебя допросят как надо. Здесь времени у нас мало. В лесу стало темно и сыро. Дмитрий лёжа на том же месте, наблюдая за приготовлениями гитлеровцев, понял, что этой ночью они собираются возвращаться за линией фронта. Только гитлеровец, переодетый в форму советского лётчика-лейтенанта, устраивался на ночлег. В его вещь-мешок были переложены оставшиеся у разведчиков продукты, консервы, галеты, шоколад. Остаётся с радиостанцией здесь, шпионить будет, догадался Дмитрий, и ему стало очень обидно за себя, за товарищей. Сколько раз проходили они по лесу, встречали незнакомых людей, и ни у кого не возникало мысли, что среди них может быть враг. И вот результат. Его обманули, как мальчишка, обезоружили и теперь собираются везти в плен. Нет, лучше смерть, чем такой позор. Ему распутали ноги, заставили встать и повели по ночному лесу. В весеннюю пору 1942 года, когда вешние воды заполнили лесные просторы, вытеснили на возвышенности из дизины оврагов солдат обеих воюющих сторон, перейти линию фронта было делом не очень рискованным. И это беспокоило Кедрова. Он боялся, что его поведут по болоту вдоль ручья. Там был широкий, незанятый войсками участок. Правда, есть мины и фугасы развешаны на кустах, но их нетрудно обойти. Так и случилось. Видно, фашисты неплохо знали расположение нашей обороны. Началось с болота, поросшее негустым кустарником. Это было даже не болото, а затопленный луг. Дмитрий зорко глядывался по сторонам, ища где-нибудь подвешенный фугас. В этом спасении, думал он, а не удастся взорваться, попробую утонуть, когда заляжем. Вода уже не хлюпала под ногами. Впереди совсем недалеко виднелась темная угрюмая стена леса. Там передний край вражеской обороны. Вышли на голый островок. Вдруг справа ударил пулемет. Наши бьют! Обрадовал Скедров, и в этот же миг в небо взлетел несколько ракет. Немецкие разведчики упали, повалив упиравшего в Скедрово. Стало светло, как днем, и Дмитрий вдруг раскрытел тонкий проводок, обыкновенный медный проводок. Он уходил куда-то в сторону под Гитлеровца, который лежал рядом и правой рукой прижимал Кедрова к земле. Медлить нельзя ни секунды, мелькнула беспокойная мысль. Вытянув вперед шею, Дмитрий зацепил проводок под бородком, затем начал медленно втягивать себя голову, подаваться назад. Лежавший рядом Гитлеровец не двигался. Наконец ракета погасла, и рука врага на спине Дмитрия ослабла. Натянув проводок до отказа, Кедров еще чуть-чуть подался назад и сделал рывок под бородком. Дмитрий почувствовал, как под ним качнулась земля, как плотная стена горячего воздуха пахнула в лицо. Вспышка ослепила глаза, но он успел заметить, как взметнулось долговяжее тело Ефлейдера. Загородив плащ, палатка и костер, обер-лейтенант Финки лежал на куче еловых веток. Костер плохо согревал, и Финки все чаще и чаще начинал поеживаться. Ночь приближалась к концу, а вместе с ней и пребыванию в этом лесу. Сегодня утром он, маршрутный агент, переодетый в форму советского летчика, должен был идти по тылам советских войск. На рассвете неожиданно он услышал, как кто-то пробирает сквозь кустарник в направлении его стоянки. Финки схватился за автомат, на поляну вышел со связанными руками за спиной Дмитрий Кедров, его подталкивали Вормут и Шинкер. Финки был забещён. Посмотрев на часы, он развернул радиостанцию. Передал в эфир о гибели Ефрейтера и о том, что перевести пленного через линию фронта не удалось. Тут же получил ответ, переместитесь в квадрат 5152 в охотничью избу. Выполняйте задание. Следы, по которым Иван Платонов ввёл своих солдат, то исчезали, то появлялись вновь. Чуть раскосые глаза сержанта насторожённо скользили по земле. Примятый мох, сдвинутые прошлогодние листья, раздавленные сучьи указывали путь. Чутьём охотника Платонов угадывал, что звери уже где-то недалеко, хотя идут они по следам вчерашней давности. Им овладел азарт, знакомый каждому, кто ходил по звериной тропе. Зрение, слух, каждый мускул тела всё было крайне напряжено, готово замечать и воспринимать. Вскоре разведчики натолкнулись на ночную стоянку немецких лазутчиков. Здесь ничто не ускользнуло от намётанного глаза Платонова. Он уже знал, что кроме Дмитрия Кедрова здесь было ещё четыре человека. Видел вмятину в куче еловых веток, здесь спал один. Заметил два полена, лишавших параллельно друг другу, и по дырке в грунте заземлению, догадался, что на поленьях стояла рация. Здесь же он обнаружил и колушки, которым были закреплены концы плащ-палатки, маскировавший костёр, и выплеснутый кофе, и оставленный сухарь со следами крепких зубов. Отпечатки сапог на земле вели отсюда в сторону болота. Это были уже свежие сегодняшние следы. Итак, товарищи, прежде чем идти дальше, определим по карте место, где мы находимся. Смотрите сюда. Впереди и справа болото. За болотом и слева большая дорога. Им далеко не уйти. Теперь не зевать. Я и Шевченко идём в головном дозоре. Только без горячки, Игнат. Есть, товарищ сержант, без горячки. Скиба и Зубарев боковых, Атаев в ядре. Есть, товарищ сержант. Зрительные связи не терять, переговариваться знаками. За каждый сучок, который треснет под ногой, наряд вне очереди. Вперёд! Товарищ сержант. В чём дело? Смотрите на след. Похоже, что один из них чуть-чуть хромает. Левой ногой делает шаг короче, чем правой. Верно. По отпечаткам видно, что изношена только середина подошвы. Значит, сапоги велики. У хорошо подогнанной обуви стираются в первую очередь каблук и носок. А вон и доказательство тому. Смотрите. Вон на еловой ветке клочок бензинат. А, вроде в крови он. Тут и нитки от протянки. Натёр знать левую ногу гитлеряка. Переобувался. Тёр, проклятый. Следы вели на огромную поляну, поросшую камышом и осокой. Земля под ногами становилась всё более и более изоболоченной. Наконец, исчезли и следы. Платонов остановился, приложил бинокль к глазам. Впереди простиралась обширная болотистая равнина. кое-где виднелись островки, покрытые кустами лузняка. Вот идиоты. Зачем их понесло в болото? Дальше же гнилого озера они пройти не смогут. Наверняка укрылись на каком-нибудь островке. Давайте махнём напрямки. Время-то идёт. Куда махнём? Островков на болоте много, всех не обыщешь. Думать надо. Тогда в обход. Может, на той стороне следы перехватим. Это мысль. Но с болота глаз не спускать. Разведчики опять развернулись с цепочкой, а пушкой пошли над болотом. Вот уже скоро и конец болота, а следов всё нет и нет. Стой! Смотрите на островок с кривым деревом. Вон там, слева. Видите? Вроде птицу вспугнул кто-то. Верно. Стайка скворцов хотела сесть, но что-то их вспугнуло. Ну-ка, Шевченко, держи мой автомат. Я влезу на сосну. Правильно. Птица кричит. Напугали птицу? Смотри, смотри. Снова хотели сесть. Да-да-да. Должно быть там укрылись, гад. Всё ясно, товарищи. В бинокль виден сарай. На карте значится охотничья изба. Уверен враг там. Окружать надо. Нападать надо. Птица нужна внезапность, а то вспугнём и на огонь в лоб наткнёмся. Подождём сумерок. А пока светло, выберем наиболее короткий и удобный путь к островку. Командир, сюда. Те же самые сапоги ходили здесь. Да, со стёртыми подошвами посередине. Ну, это тот плоскостопный. Отпечатки совсем свежие. И ведут они от болота опять у леса. Что за чертовщина? Значит, один из них снова ушёл в лес? Шевченко, остаётесь старшим. Наблюдайте за болотом и островком с сараем. Ждите меня здесь. Ясно, товарищ сержант. Атаев, пойдёмте за мной. Есть, товарищ сержант. Человек, которого мы ищем выше среднего роста. Примерно метр семьдесят пять сантиметров. Запомните, Атаев. Хорошо, командир. Почему, командир? Ага. А потому что длина ступни человека равна одной седьмой его роста. Понял? Понимаю. Они быстро шли вдоль следа по лесу, затем по обочине дороги. Вскоре след повернул влево на залитую жидкой грязью насильную дорогу, ведущую к таловым подразделениям, и исчез. Неожиданно из-за поворота навстречу разведчикам выехала повозка. Лошадьми управлял знакомый Платонова старшина хозяйственного взвода. Рядом с ним сидел лейтенант из какой-то авиационной части. Заметив разведчиков, старшина приветственно махнул рукой. Глазам и ушам армии, моё почтение. Кого вы слеживаете, хлопцы? Зайца на кухню гоним. Хороший заяц. Старшина, на дороге сейчас никого не встретил? Никого? Да я же только-только с места тронул. А, поехали! Желаю удачи, сержант. Это ваши солдаты, старшина. Разведчики. Вчера тут в лесу один солдат наш исчез. Вот они и разыскивали. А сержант этот умеет читать следы, как по писанному. Добрую, говорят, академию в сибирской тайге прошёл. А Платонов и Атаев шли дальше, зорко наблюдая за обочинами дороги. Но нужных следов нигде не было. Между елемой кустарниками орешника справа и слева от дороги стояли замаскированные машины и повозки. Невдалеке виднелись землянки. Уже не был никакой надежды привязаться к потерянному следу в этих густонаселённых местах, и Платонов свернул к землянкам, чтобы порасспросить у солдат. Но тут разведчикам повезло. Атаев заметил знакомый отпечаток сапога. Неожиданно следы обнаружили у походной кухни. На её передке сидел солдат в белом переднике и, зажав мешнок ведро, чистил картошку. Кто здесь сейчас проходил? Вроде никто. Ну, а на этом месте кто недавно топтался? Вот это кто следы оставил? Откуда мне знать? Старшина здесь ходил, а с ним лётчик один. Он приехал разыскивать подбитый самолёт. Наверное, это они здесь и наследили. Лейтенант! В лётной форме! Где здесь телефон? Платонов бросился в ближайшую землянку. Ему надо было связаться с помощником начальника штаба. Соедините меня с третьим, докладывает сержант Платонов. Прошу задержать лётчика-лейтенанта. Он едет на командный пункт со старшиной хозвода. Да, наверняка переодетый фашист. Платонов выбежал из землянки, заметив, машин энергично замахал руками. Через минуту Платонов и Атаев сидели уже в кузове, и машина неслась на предельной скорости. Разведчики напряжённо всматривались вперёд. За поворотом увидели повозку, но в ней сидел один старшина. Где лётчик? Передумал он. Решил сначала к артиллеристам зайти, порасспросить нам о своём самолёте. А потом сказал, на командный пункт пойдёт. Проводи нас к тому месту, где фашист сошёл в повозке. Какой фашист? Лётчик, который ехал в повозке, фашист. Понял ты? Фашист? Показывай, старшина. Давай скорей, скорей. Да вот он, да вот он сейчас, вот тут, недалеко отсюда. Вот здесь он соскочил и пошёл напрямик в лес. Походка та же, знакомая. Плоскостопный выверт носка прихрамывает на левый ногу. Постой, постой. Старшина, ты что, успел с ним сапогами поменяться? Просил уж очень. Ему эти сапоги великоваты, говорит, пятку сильно натер. Ну, а мои пришли спору. Откуда же мне было знать, что он фашист? Да и сапоги его лучше моих. Платонов и Атаев опромисью бросились по широкому еле приметному следу. Видно было, что немецкий разведчик не шёл здесь, а бежал. Потом след исчез. Сгущались сумерки. Наступал вечер. Платонов и Атаев поспешили к болоту. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Кедров лежал в сарай на куче прелого сена у бревенчатой, отдававшей плесенью стены. Он никак не мог согреться. Одежда на нём не просыхала со вчерашнего дня, и её нельзя было отодрать от задубевшего тела. Да и как отдерёшь, если руки накрепко связаны за спиной? И он непрерывно шевелил кистями, стараясь расслабить на них верёвку. В сарае было сыро и темно, несмотря на то, что посреди него пылал небольшой бездымный костёр. У костра сидели переодетые в красноармейскую форму вормут и шинкер. Пламя бросал на солдат красный блики, и Дмитрий видел, что его враги смертельно устали. «Распутаться бы только! Я с этими гитлерюгами справлюсь!» Думал он насторожённо, следя краем глаза, как один солдат клюёт носом, и с его колен прямо к костру сполз автомат. В противоположной стене сарая зияла большая дыра. Сквозь неё виднёс красное вечернее небо и клочок гладью озера. И Дмитрию чудилось, что это его манит свобода. Казалось, вырвис он за эти стены сарая, неожиданно раздался тревожный надрывный крик какой-то лесной птицы. «Шинкер! Шинкер!» Вбегает лейтенант Финкер. «Дярусен! Дярусен Зинхинтер! Утсир!» «Или ты сейчас же умрёшь, или скажешь, что это у вас за разведчики, которые умеют читать следы?» «Не знаю». «Не хочешь говорить? Я тебя спрашиваю, что это за разведчики, которые умеют следы, следы разыскивать?» «Не знаю». «Финкер быстро достал из вещмешка радиостанцию. Через минуту он уже переговаривал со своим шефом». «Сорок два, двадцать, двадцать восемь, ноль, два, пятьдесят, двенадцать». «Русские напали на наш след», – передавал немецкий разведчик. «У них имеются специально обученные разведчики-следопыты. Охотничью избу покидаю, выполнить задание не могу, пленным уничтожим». «Сорок пять, тридцать восемь, один, ноль, восемь». «Ослепительные лучи карманных фонарей ударили в глаза вражеским солдатам». «Руки вверх! Не с места!» «Бросайте оружие!» На следующий день, проводив отца, Дмитрий Кедров возвращался в свою роту. Он проходил по знакомой тропинке над ручьём, насторожённо прислушивался к дыханию фронта, к лесным шорохам и держал на готове свой карабин. Недалеко от переднего края он столкнулся с булемётчиком Новосёловым. «Ха! Кедров, ты!» «Ну я, ты что, не видишь, что ли? Зачем спрашиваешь?» «Вижу. Только слух у нас прошёл, что ты куда-то пропал». «Мало ли слух входит. А ну-ка, посторонись». «Кедрову совсем не хотел вступать в разговор. Он теперь окончательно убедился, что болтливость не украшает солдата». Да и не только солдата. «Мало ли слух входит. А ну-ка, посторонись». «Мало ли слух входит. А ну-ка, посторонись». «Мало ли слух входит. А ну-ка, посторонись».